добрый день дорогие друзья сегодня я начинаю серию рождественских историй которые я вам буду читать я выбрал классические варианты из русской литературы и сегодня начну с рождественского письма ивана александровича ильина это было несколько лет тому назад все собрались праздновать рождество христово готовили елку и подарки а я был одинок в чужой стране не семьи не друга мне казалось что я покинут и забыт всеми людьми вокруг была пустота и не было любви дальний город чужие люди черствые сердца и вот в тоске и уныние я вспомнил о пачке старых писем которые мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней я достал ее из чемодана и нашел это письмо это было письмо моей покойной матери написанное 27 лет тому назад какое счастье что я вспомнил о нем пересказать его невозможно его надо привести целиком дорогое дитя моё николенька ты жалуешься мне на свое одиночество если бы ты только знал как грустно и больно мне от твоих слов с какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя что ты не одинок и не можешь быть одиноким но ты знаешь я не могу покинуть папу он очень страдает и мой уход может понадобиться ему каждую минуту а тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет ну дай я хоть расскажу тебе почему я никогда не чувствую одиночество видишь ли ты человек одинок тогда когда он никого не любит потому что любовь вроде нити привязывающий нас к любимому человеку так ведь мы и букет делаем люди это цветы а цветы в букете не могут быть одинокими если только цветок распустится как следует и начнет благоухать садовники возьмет его в букет так и с нами людьми кто любит у того сердце цветет и благоухает и он дарит свою любовь совсем так как цветок свой запах но тогда он не одинок потому что сердце его у того кого он любит он думает о нем заботиться о нем радуется его радостью и страдает его страданиями у него и времени нет чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том одинок он или нет в любви человек забывает себя он живет с другими он живет в других а это есть счастье я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение что ведь это только пол счастья что целое счастье не в том только чтобы любить но и в том чтобы тебя любили но тут есть маленькая тайна которую я тебе на ушко скажу кто действительно любит тот не спрашивает и не скупится нельзя постоянно рассчитывать и вы спрашивать а что мне принесет моя любовь а ждет ли меня взаимность а может быть я люблю больше а меня любят меньше да и стоит ли мне отдаваться этой любви все это неверно и не нужно все это означает что любви еще нет не родилась или уже нет умерла это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви текущую сердце и задерживает ее человек который меряет и вешает не любит тогда вокруг него образуется пустота не проникнутое и не согретое лучами его сердца и другие люди тотчас же это чувствуют они чувствуют что вокруг него пусто холодно и жестко отвертывается от него и не ждут от него тепла это еще более расхолаживает и вот он сидит в полном одиночестве обойденный и несчастный нет мой милый надо чтобы любовь свободно струилась из сердца и не надо тревожиться взаимности надо будить людей своей любовью надо любить их и этим звать их к любви любить это не пол счастья это целое счастье только признай это и начнутся вокруг тебя чудеса отдайся потоку свое сердце отпусти свою любовь на свободу пусть лучи ее светят и греет во все стороны тогда ты скоро почувствуешь что к тебе отовсюду текут струи ответной любви почему потому что твоя непосредственная непреднамеренная доброта твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь и тогда ты испытаешь этот ответный обратный поток не как полное счастье которого ты требовал и добивался а как незаслуженное земное блаженство в котором твое сердце будет цвести и радоваться николенька дитя мое подумай об этом и вспомни мои слова как только ты почувствуешь себя опять одиноким особенно тогда когда меня не будет на земле и будь спокоен и благонадежен потому что господь наш садовник а наши сердца цветы в его саду мы оба нежно обнимаем тебя папа я твоя мама спасибо тебе мама спасибо тебе за любовь и за утешение знаешь я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах и тогда только я дочитал его как ударили к рождественской всенощной о о незаслуженное земное блаженство на этом на сегодня все я надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал для тех кто учит язык текст этого произведения будет находиться по ссылке под видео на этом я прощаюсь всего вам доброго до свидания